Итоги уходящего понедельника подводят наши корреспонденты и я, Ольга Васенда. Смотрите сейчас. Вторая жизнь ненужных вещей. Предприятие промоотходы отмечает юбилей. Есть прибыль и есть новое направление, которое мы будем развивать, чтобы предприятие работало еще лучше и стабильно. Как делают деньги из мусора. Пока все спали, на Ванцете горел дом. Спасатели напоминают, что в водописленный период, тем более с усилением холодов, морозов, нужно быть крайне осторожным. В чем причина? Бесконечный эксперимент. В художественной галерее открылась персональная выставка Тихона Абрамова. Тот самый сумасшедший гений, у которого постоянный поток людей, информации. Модернизм или авангард. А также неформальный саммит, новогодняя коррозина и капризный декабрь. На вторник из-за гололезицы объявлен оранжевый уровень опасности. Окрепнет ли мороз? Время сверить часы. Президент прибыл на неформальную встречу лидеров стран СНГ. Предновогодние встречи глав государств уже стали хорошей традицией. Собраться в Санкт-Петербурге в конце года Владимир Путин пригласил своих коллег еще на саммите ЕС в Бишкеке 9 декабря. Лидеры стран подбили итоги уходящего года и обсудили планы по дальнейшему взаимодействию в наиболее актуальных для содружества сферах. Помимо общения в многостороннем формате, это хорошая площадка и для двусторонних переговоров. Тем более, что во встрече участвуют президент Азербайджана и премьер-министр Армении. Ранее Ереван не исключал, что оба лидера пообщаются до конца года, хотя дату и место не уточнял. Вместо снега – пепел. На Ванцете горел частный дом. Пожар произошел в субботу ночью, в начале четвертого. Пламя повредило перекрытие. На веранде и в жилой комнате обуглены стены. Оплавлен потолок. Обгорела входная дверь, закопчены и предметы интерьера. Ремонт хозяевам явно влетит в копеечку. В причинах ЧП сейчас разбираются специалисты. Спасатели напоминают, что в отопительный период, тем более с усилением холодов, морозов, нужно быть крайне осторожными при эксплуатации печей и теплогенерирующих аппаратов. На этом происшествия не закончились. Ближе к вечеру на Фадеево горел автомобиль. Поврежден моторный отсек, капот, бампер, левое крыло и два квадратных метра об решетке гаража. Здесь сотрудники МЧС также работают над версиями. Всего же за минувшие сутки в Беларуси произошло 10 ЧП. На пожарах погибли 4 человека. Одного удалось спасти. Четверть века на страже чистоты. Предприятие промоотхода отмечает юбилей. А ведь без этих людей уютные бобруйские дворы в считанные дни превратились бы в стихийные свалки. Вторичные материальные ресурсы обретают вторую жизнь, а бесполезный мусор подвергается захоронению. О тех, кто из отходов получает доходы. Не стать заложником проблемы накопления мусора поможет эффективность его переработки. В этом убеждены сотрудники бобруйского предприятия промоотходы. То, чему вторую жизнь дать точно не получится, отправляют на захоронение на полигоны Бабина и Вишневка. На последние ежедневно приезжают 20-30 машин. Встречает их старший контролер-приемщик Валерий Котлеров. Оформляет документы, взвешивает партию и направляет к месту выгрузки. На полигоне я уже работаю почти 25 лет. Это, считайте, третья часть жизни. Работа мне стала как родным домом здесь, на этом предприятии. Столько времени отработать. Коллектив чудесный. Предприятие отмечает 25-летний юбилей. Его специализация – захоронение промышленных и твёрдых коммунальных отходов, а таковых – более тысячи видов. Только на полигон Вишневка в месяц поступает от полутора до трёх тысяч тонн. За четверть века – 900 тысяч тонн бесполезного мусора различной категории опасности. Производственная мощность полигона – 200 тысяч тонн в год. Но с годами производственная мощность падает в связи с оптимизацией отходов и сортировкой на предприятиях непосредственно отходов. На данный момент производственная мощность составляет порядка 18 тысяч тонн в год. Ежемесячно к нам вывозится полторы тысячи тонн отходов. Наличие вторичных материальных ресурсов категорически запрещено. Частота города зависит конкретно от каждого его жителя. На Арджиникидзе с 2013 действует площадка для раздельного сбора твёрдых бытовых отходов. Бобручане привозят сюда отработавшую свой век технику, электросберегающие лампы, батарейки и многое другое. Только в этом году здесь собрали 228 тонн стекла, 87 тонн бумаги и 300 килограммов элементов питания. Когда-то руководство нашего города ездило на конвенцию в Данию. Они увидели похожую площадку там и решили перенять опыт. Стараемся людей заинтересовывать, платить денежную компенсацию за некоторые виды отходов. Наше предприятие отходы превращает в доходы, а город становится от этого чище. За 9 лет благодаря площадке собрано 925 тонн макулатуры, 1413 стекла, 66 пластика, 53 резины. Кроме того, 4 тонны батареек и почти 44 тысячи штук люминесцентных трубок. Сортировка отходов осуществляется и на полигоне Бабино. Затем вторичные материальные ресурсы поступают на мусороперерабатывающие заводы и обретают вторую жизнь. Есть прибыль и есть новое направление, которое мы будем развивать, чтобы предприятие работало еще лучше и стабильнее. В частности, мы развиваем сейчас направление переработки промышленных отходов, таких как отходы бетона, отходы кирпича, которые перерабатываются во вторичный щебень, который используется в дальнейшем строительстве и благоустройстве. Хотелось бы поздравить весь коллектив УКПП «Промотходы» с юбилеем предприятия, пожелать счастья, здоровья, благополучия и успехов в работе. Представить горы мусора в белорусских городах просто невозможно. А вот, например, жители Парижа или Неаполя знают о проблеме не понаслышке. В нашей стране каждая третья тонна вторичных отходов возвращается в оборот. Только за прошлый год собрано практически 800 тысяч тонн. Это в два раза больше, чем 10 лет назад. Сейчас активно идет строительство заводов и линий по переработке. К примеру, в Бобруйске, Орше и Барановичах. В планах возвести 30 подобных комплексов. Татьяна Горбач, Максим Галеонко, Бобруйск-360. Молодые инноваторы, контрольная закупка и трезвые водители. ГАИ в преддверии Нового года усилит контроль на дорогах. Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре. В Белоруссии 64 молодым ученым назначены стипендии президента. В их числе представители физико-математических, технических, химических, биологических, медицинских, аграрных, социальных и гуманитарных наук. Юноши и девушки работают в рамках приоритетных направлений инновационной деятельности. Их результаты способствуют развитию страны. Комитет госконтроля изучает вопросы насыщения торговых объектов разнообразным ассортиментом продукции, которая пользуется сейчас спросом. Организована работа короткого номера 191, на которой можно сообщить информацию о случаях отсутствия востребованных товаров и фактах необоснованного завышения цен. В период рождественских и новогодних праздников ГАИ усилит контроль за соблюдением ПДД. Повышенное внимание к нетрезвым водителям и бесправникам, а также к выполнению правил безопасной перевозки детей. В случае непредвиденных ситуаций наряды ДПС окажут необходимую помощь участникам движения. С января стартует кампания по декларированию физлицами доходов за 2022. Представить документ необходимо не позднее 31 марта. Это можно сделать, посетив налоговую или через своего законного представителя. Есть возможность направить данные по почте, либо воспользоваться личным кабинетом плательщика. Из-за гололедицы и туманов на вторник объявлен оранжевый уровень опасности. На дорогах возможны снижения видимости и затруднения движения транспорта. Ожидается слабая метель, мокрый снег, переходящий в дождь. Температура воздуха ночью будет колебаться от минус 8 до плюс 5. Днем от нуля до 6 тепла. Порывы ветра достигнут 14 метров в секунду. Артистический перфоманс. В Бобруйске открылась первая персональная выставка известного художника Тихона Абрамова. Экспозиция приурочена к 55-летию автора. Представлено более 30 работ. Живопись, графика, декоративная скульптура. О жизни ради искусства. Карина Гуревич. Бунтарской натуре возраст не помеха. Тихон Абрамов встречает 55-й день рождения в свойственной ему экспериментальной манере. Известный бобруйский авангардист открывает свою первую персональную выставку. В зале художественной галереи настоящий аншлаг. Педагоги, коллеги, ученики, провокационного автора и все те, кого будоражит искусство, не могут пропустить такое событие. Тихон – это настоящая находка для меня. Тихон – это тот самый сумасшедший гений, у которого постоянный поток идей, информации, бесконечно может рассказывать, делиться своими знаниями. И я искала именно такого гуру, преподавателя для себя. Три года подготовки воплощаются в 30 живописных полотен и 4 скульптурные композиции. Большинство работ собирались из частных и корпоративных коллекций. Некоторые вовсе не смогли попасть на выставку. Пришлось выставлять репродукции, чтобы завершить экстравагантную атмосферу. Желательно, чтобы каждая новая работа не была продолжением предыдущей. Это сложно. Со своей колеи вырваться – сложно. Ну и интересно. Стараешься быть откровенным. Каждая, на мой, опять же, на мой субъективный взгляд, каждая работа должна быть самодостаточной. Абстрактные и феерично декорированные, немногочисленные скульптуры хорошо демонстрируют авторскую технику творца – бетонику. Реальную многогранность отражают и картины. Можно бесконечно искать смысл в тяжелых мазках и углубляться в пучины сознания художника. В полотнах преобладают женские образы, и у каждой есть свой прототип. Картина без названия – идеальное отражение главной мысли автора. В каждой работе человек должен искать свой смысл. Художник накладывает масляные краски плотно, а при этом не избегает диссонирующих между собой сочетаний. А с помощью аппликации добавляет остроты. Вся жизнь Тихона Абрамова отдана искусству. Бобруйский дом пионеров, детская художественная школа и Горьковское училище. Мастер кисти искал себя через изучение творцов всех эпох и стилей. Экспериментатор всегда был своеобразным центром притяжения для активной творческой молодежи, как организатор и участник многих неформальных арт-объединений. Тихон, он заставляет совершенно по-другому думать, совершенно по-другому как-то смотреть на вещи, заряжает свои энергии. Все яркое, красочное, хочется сразу настроение появилось, эмоции появились, предновогоднее настроение. То есть все хорошо. Художник призывает не искать конкретики в его образах, ведь модернизм и авангардизм скорее про эстетику. Заглянуть в душу автора через его картины можно до 22 января в художественной галерее на Горького, 28. Такой экспириенс раскрасит даже самую серую зиму. Карина Гуревич, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360. Много добрых дел не бывает. Благотворительная акция «Наши дети» дарит новогоднее настроение малышам в каждом регионе страны. Сотрудники Департамента охраны поздравляют воспитанников Осиповической школы-интернатов, в которой обучаются 82 ребенка с тяжелыми нарушениями речи и опорно-двигательного аппарата. Более 10 лет шеф в погонах приезжает сюда и всегда не с пустыми руками. В этот раз в подарок сертификат на 5000 рублей. Конфеты, пряники с символом наступающего года и добрая сказка. Департамент охраны очень активно участвует в акции «Наши дети». У нас всего 104 детских социальных коллективов, которые мы опекаем и которых мы всегда поддерживаем. Хотелось детям пожелать самое важное крепкого здоровья, мирного неба, побольше ярких жизненных моментов, которые запомнятся им на долгие годы. Приезд в школу Департамента охраны МВД для нас всегда праздник, потому что это люди чистой душой. Они приносят радость детям, они стараются чем-то удивить. И сегодняшний праздник, это был, наверное, самый-самый необыкновенный, самый-самый сказочный за все эти годы. Марафон добрых дел продолжится до 15 января. Новогоднее настроение заглянет в детские дома, опекунские семьи и больницы. Взрослые непременно подарят праздник тем, кто его ждет – нашим детям. Это все из событий к этой минуте. Смотрите нас в интернете и в соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА